Значительная часть людей, например, при одном упоминании об учредительном собрании в России сегодня будет в шоке. Мы, старики, не доживем до революции в России. Я бы хотел просто вернуться к вопросу, который начинался, а именно как это все может произойти. Да, вот как. Совершенно очевидно, что как бы, ну там, будущее от нас скрыто в тумане, то есть плохая новость, что мы не знаем, как это случится, хорошая новость, Путин тоже этого не знает. Мне кажется, на сегодняшний момент мы, в общем-то, находимся в ситуации, когда такое геополитическое поражение путинского режима становится достаточно вероятным, потому что Путин превратил уже внешнюю агрессию в как бы основной инструмент внутренней пропаганды, и поэтому эскалация каких-то агрессивных действий, она просто неизбежна, она вытекает из исторической логики развития, или, может быть, правильно сказать, деградации путинского режима. А кто вместо Путина? Мне кажется, очень важно, на самом деле, вот эту парадигму изменить. Не кто вместо Путина, а что вместо Путина? А кто заменит Путина? Вот никто не должен заменять Путина, потому что замена одного диктатора на другого демократического лидера, это все равно в какой-то мере, ну, наше поражение вот идеологическое. Совершенно очевидно, что сегодня никто не может предсказать, как будут развиваться события в России, если там, по очищанию, Путин исчезает завтра. Невозможно предсказать, скорее всего, это уже будет немирный переход, потому что слишком много крови было, насилие, мы должны минимизировать эти издержки, тем не менее, это непредсказуемо. На мой взгляд, как бы, если говорить о событиях постпутинских, то надо понять, что они в какой-то мере будут продиктованы тем, как Путин уйдет от власти. То есть, ясно, что это будет не на выборах, и поэтому существует некоторая форма, как бы, его перехода в мир иной, причем не обязательно это будет чисто биологическая форма, связанная с его, там, особенностью его организма. Проведение выборов в условиях вот этого переходного периода, немедленное, является просто, в лучшем случае, потерей времени. Совершенно очевидно, что проводить выборы в стране, в которой там голоса будут читать Тулеев и Кадыров, ну, просто бессмысленно. Федерального парламента не будет, он распускается, его не будет. Я думаю, что невозможно создать просто. Россия обязана отказаться от преступного советского прошлого. Мы не можем оставаться правоприемниками Советского Союза. КГБ, преступная организация, совершившая массовые преступления, и, естественно, она должна быть запрещена законодательной. Россия должна стать нормальным государством 21 века, которое откажется от этого советского имперского наследия. А в нашей ситуации, я считаю, иллюстрация не просто должна быть, она должна быть всеобъемлющей и быть проведена по образу Мюрренберга, глубокая деноцификация. Иллюстрация по определению – это классовый процесс. Это процесс, который должен проходить не по принципу фамилий, потому что иллюстрация – это обмен, на самом деле, это способ сохранить гражданский мир. Это мы не разбираемся в том, что сделал конкретный Вася, Петя, Федя и так далее, но по факту принадлежности к определенной группе людей, члены партии «Единая Россия», государственные или муниципальные чиновники современной России. Вот если на такую-то дату ты состоял в определенном качестве, то автоматически ты подвергаешься иллюстрации. Главная трагедия всех 25 лет наших так называемых реформ, что они и 90-е годы, и 2000-е годы, а для меня 2000-е годы являются естественным развитием 90-х, а не откатом от 90-х. Они угрубляли отчуждение граждан от своей страны, от той структуры власти, которая создавалась в стране. Одна из первых вещей, которую я, например, точно считаю необходимо сделать в стране, это к вопросу о нищебродах, налогах и так далее. Я, например, считаю, что надо обязательно, чтобы 100% граждан страны заполняли налоговую декларацию. Я считаю, что вопрос об экономической модели постпутинского государства вообще не должен обсуждаться. Это самая бессмысленная и непродуктивная дискуссия, говорить о том, какая приватизация нужна или наоборот нужна национализация. Это бесплатная будет медицина или наоборот платная, страховая и так далее. Нужно говорить о том, какая политическая система будет в государстве, которая бы обеспечивала реальное представительство и защищала нас от сползания к тоталитаризму, к депутатуре и так далее. Мне кажется, что нужно сделать это подробно, разработаться в причинах, почему Конституция оказалась такой, какой она оказалась. Почему она позволила разрушить федерализм, это основа конституционного устройства страны. Почему она позволила подмять под себя судебную власть. Почему она превратила парламент в карикатуру. И почему она позволила президентской власти подмять под себя все, включая правительство и суды, и парламент, и мидия в конечном итоге и так далее. Последние сто, а может быть даже больше лет русской истории, к сожалению, констатируют, что нация больна, она страдает некой формой шизофрении, и кажутся какие-то образы, которых в реальности не существует, там какая-то великая история, которой нет, какие-то там чрезвычайно добрые дела, которые натворила мир, у которых в реальности нет, какие-то невероятные, так сказать, миролюбивая политика, которой в реальности никогда не было, и так далее, и так далее. И мне кажется, нужно вот некую такую самооккупацию осуществить, взять и признать, что вот этих вещей мы делать не умеем. И если мы их начнем делать, то на выходе получится не избирательная машина, а автомат Калашникова, и самим ее не делать. Ну что это означает практически? Практически это означает, что, условно говоря, функции избиркома передать по СЕ. Там саму избирательную кампанию проводить под безусловным контролем, а может быть даже организацией, там, международных каких-то организаций. Функции конституционного суда передать, там, ГАГИ какой-нибудь и так далее. И нормально, да, это добровольный отказ от части суверенитета, то, что сделали огромное количество европейских стран, вступив в европейское сообщество. Только мы это должны сделать добровольно, прекрасно понимая, что у нас есть такого рода риски, что мы больны шизофренией, и, в общем, видим то, чего нет в реальности. Я не очень понимаю, какой там этот вот, там, директория или временное правительство, или высший суд высших мудрецов будет осуществлять переход от диктатуры к демократии. Я считаю, что все это зависит от конкретно исторических условий краха диктатуры, понимаете? Непонятно, вот вся вот эта вот авантюра Путина, так сказать, украинская, сирийская, там, какая-нибудь турецкая, которая там на горизонте брежет, она двигает нас быстрее к краху режима, чем вот наши вот эти вот посиделки, там, и какие-то, вот. Путин развязал эти войны не потому, что, как бы, ему там стукнуло там что-то в голову, а потому, что он просто опять к этому шел, и там будет ли там конфронтация, там, развиваться дальше. А, конечно, ответ будет, вопрос там, в Турции, там, или еще где-нибудь, но именно геополитическое поражение создаст ситуацию, к которой мы должны быть готовы. Мне кажется, вот важно обсуждать, вот то, что мы сейчас, в принципе, делаем, и развивать тему о том, насколько мы готовы, потому что Ленин не знал, когда это случится, но, тем не менее, только у Ленина оказалась готовая организация, которая была уверена в том, что она может это сделать. Надо понимать, что эта ситуация возникает уже просто, ну, я говорю, достаточно исторических аналогий, она возникает. И психологически мы ее будем приближать, приближать к крах режима, если сумеем дать какое-то видение большому количеству людей, которых сегодня от активных действий, в первую очередь, в больших российских городах и в Москве, сдерживает именно неопределенность будущего. Чем определённее будет будущее, которое мы предложим, тем больше шансов, что они решат, ну, хорошо. Надо, может быть, рискнуть, потому что при этой власти уже никаких шансов не осталось. В правах и свободах российского гражданина нет права на Крым. Нету этого. Есть право на защиту той территории, которая является международно признанной. Возможно ли проводить программу либерализации или освобождения, ну, назовите, как хотите, в обществе, где значительная часть людей не просто оказывается лишенной привычки к этой ответственности, но, в общем, по большому счету, не очень хочет ее приобретать? Пусть не ходят на выборы. Мне кажется, что сейчас, если вот, как бы, помечтать, в России, мне кажется, революция должна, реформа, там, трансформация, как угодно, это можно сказать, произнести под лозунгом, нет представительства без налогов. Платишь налоги – голосуешь, не платишь налогов – не голосуешь. Ну, а почему ты должен участвовать в решении о том, как тратить деньги, если ты этих денег туда не клал? Должны ли вот эти будущие планы включать четкую и, возможно, для сегодняшнего населения России неприятную или даже неприемлемую внешнеполитическую программу интеграции Запада? Вы знаете, что у меня, Константин, есть предложение общее для вас и, может быть, для нас и для всего зала, не пытаться решить все вопросы сейчас и даже не пытаться обсудить все вопросы сейчас. Вопросов очень много, общественных, важных, животрепещущих, которые нас разжигают, наши души и сердца. Мне кажется, ничего более важного, чем то, по крайней мере, в частности, о которых говорил я, и которые точно имеют шансы на достижение определенного консенсуса. Это создание политической системы свободного общества, которая дает возможность каждому человеку, каждой политической силе, каждой идеологии иметь возможность довести свою точку зрения до всех граждан и бороться за свою поддержку. Независимо, левые, правые, с избирательным цензом, без избирательного ценза, это работа для следующей, не для сегодняшней. Надо создать эту систему, которая даст возможным обсуждать такого рода проблемы не только в этом зале, но и везде. Поэтому важнейшие вещи все равно являются право и свободная политическая система, при условии, конечно, отказа от имперской политики и имперской идеологии. Я глубоко убежден, что мы должны говорить про единое содружество, ну, как минимум, наций с общей христианской культурой и прошлого. Потому что я считаю, что мы страны одной культуры, и у нас нету никаких принципиальных барьеров для того, чтобы Россия, Евросоюз, Соединенные Штаты жили как единое сообщество. И я считаю, что многие наши интересы, они очень сильно совпадают. Продолжение следует...